Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Функция Поиск POS выполняет поиск указанного элемента в диапазоне ячеек и возвращает относительную позицию этого элемента в диапазоне. Например, есть таблица со значениями, так эта функция показывает его позицию в таблице. Давайте рассмотрим синтаксис функции Поиск POS, где искомые значения, обязательный аргумент, значения, которые сопоставляются со значениями в аргументе просматриваемый массив. Например, при поиске программы по коду, что указывается в качестве искомого значения, нужным значением будет ее название. Просматриваемый массив – обязательный аргумент, диапазон ячеек, в которых производится поиск. Тип сопоставления – необязательный аргумент, числа –1, 0 или 1. Аргумент тип сопоставления указывает, каким образом в Excel искомое значение сопоставляется со значениями в аргументе просматриваемый массив. По умолчанию, в качестве этого аргумента используется значение 1. Замечание. Если в качестве типа сопоставления указан 0, то функция будет искать точное сопоставление искомому значению. Если тип сопоставления равен 1 или не указан, функция поиск POS находит наибольшее значение, которое меньше или равно искомому. Если тип сопоставления равен минус 1, функция находит значение, которое больше или равно искомому значению. Функция поиск POS возвращает не само значение, а его позиции у таблицы. Если тип сопоставления равен 0 и искомое значение является текстом, то искумное значение может содержать подстановочные знаки, звёздочку или вопросительный знак. Звёздочка соответствует любой последовательности знаков, а вопросительный знак любому одиночному знаку. Если нужно найти сам вопросительный знак или звёздочку, перед ними следует ввести знак тильды. Давайте рассмотрим работу функции на примере. К примеру, у меня есть таблица А3С15, из которой по названию программы мне нужно найти её порядковый номер. Для этого я ввожу знак равенства, поиск поз, выбираю ячейку диапазон Е4 в качестве искомого значения. Точку с запятой, выбираю диапазон Б4, Б15. Делаю их абсолютными. Точку с запятой и 0, потому что мне нужно точное сопоставление искомому значению. Нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Эта программа находится под вторым номером. Теперь к примеру, мне нужно найти число 43 или приближённое к нему меньшее. Я ввожу знак равенства, поиск поз, число 43, точку с запятой, выбираю диапазон C4, C15, точку с запятой и единицу. Нажимаю клавишу ввод и вижу, что искомое число находится в 10 ячейке. Так как точного соответствия нет, возвращается позиция ближайшего меньшего элемента, так как я ввёл единицу в качестве типа сопоставления. В результате это число 42. Теперь я найду число 21 или приближённое к нему большее. Я ввожу знак равенства, поиск поз, 21, точку с запятой, выбираю диапазон, C4, C15, точку с запятой и минус 1, нажимаю клавишу ввод и вижу, что искомое число находится во второй ячейке. А так как точного соответствия нет, возвращается позиция ближайшего большего элемента, это число 25, так как я ввёл минус 1 в качестве типа сопоставления. Распространённые ошибки. Если функция поиск поз не находит соответствующего значения, возвращается значение ошибки НД. Ошибка имя возникает, когда в формуле допущена ошибка. Проверьте формулу. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр, всем пока.